Здравствуйте! На телеканале Новый Век программа Вызов 112 в студии Сергей Хайдаров. И сегодня мы покажем последствия столкновения грузовиков на трассе М7. Он не соблюдал дистанции и не успел сманеврироваться, выехать на другой полосе. Расскажем, как молодой человек получал у транспортных компаний груз, который ему не принадлежал. Следующее поступление тоже не каждый выхватит. У меня вот купил. Ущерб составил больше двух миллионов рублей. И преступления в духе девяностых. Они в лес вот здесь, могилы копать. Молодых людей заставили копать себе могилу, вымогая у них деньги. Это и не только прямо сейчас. Два грузовика, едущих в одном направлении, столкнулись лоб в лоб сегодня на трассе М7. Происшествие вызвало большой затор. Большегрузы перегородили федеральную трассу. Рамиш Айдулин узнал, как попутные автомобили могли попасть в такую аварию. Столкнувшиеся большегрузы стали причиной большого затора на федеральной трассе. Поэтому их поспешили убрать с дороги. Все произошло на 817-м километре трассы М7. Оба водителя ехали в одном направлении. Как все произошло, мужчины рассказали сами. Меня пацанул, я просто первый КАМАЗ догнал, прицеп сложил, и второго КАМАЗа. Все обстоятельства. Так сложились обстоятельства, считает водитель с Канией. И на вопрос о том, кто же виноват, ДТП ответить затруднился. Рассказывает, приехал в Казань из Москвы. Сегодня направлялся в аэропорт, чтобы довезти груз. В прицепе были почта и посылки. Однако, как только выехал из города, произошла авария. Автомобиль, говорит, был совершенно новым, ему не было и двух месяцев. Восстанавливать тягач сейчас не видит смысла. Он не соблюдал дистанции и не успел сманеврировать, выехать на другой полосе, и все. Не больно? Ну да, он у меня заехал. Водитель КАМАЗа Ильнас Фатхуддинов, произошедший, описал подробнее. Говорит, ехал из Казани в Чистоболь спокойно, не нарушая правил. В какой-то момент сзади его протаранил грузовик с Канией. В результате чего у обоих большегрузов сложились прицепы и тягачи столкнулись лоб в лоб. Считает, что им очень повезло, что не пострадали физически. В причинах аварии теперь будут разбираться сотрудники автоинспекции. Рамиль Шайдуллин, Нафиса Минязова, Константин Бушуев, Вызов 112. Ситроэн Берлинга и БМВ столкнулись на пересечении улиц Ершова и Искра. Авария произошла в вечерний час пика и создала дорожный затор для автомобилистов. По рассказам очевидцев, немецкая иномарка пересекла трамвайные пути, когда в нее пришелся удар. Больше всего досталось Ситроэну. Получал не свое. В Казани задержали жителя Удмуртии, который подозревается в обмане трех фирм на 2 миллиона рублей. Одна из организаций находится в Москве, две других в Татарстане. Подозреваемый забирал у транспортных компаний груз, предназначавшийся этим фирмом. Это была бытовая техника. Затем ее продавал. Как и почему ему отдавали чужой товар, узнала Альбина Минебаева. Смелости у задержанного хватило не только, чтобы пойти на преступление, но и чтобы в нем сознаться. Надеюсь, что раскаяние как-то смягчит будущий приговор. Ущерб, причиненный им, обманутым организациям, превысил 2 миллиона рублей. В несколько раз больше, чем он на этом заработал. На этом сколько денег вообще выручили? Тысяча шестьсот пятьдесят я выручил. Тысяча шестьсот пятьдесят рублей? Нет, шестьсот пятьдесят. А, шестьсот пятьдесят тысяч. Да, шестьсот пятьдесят тысяч рублей. Рассказывать, что как-то работал в сфере информационных технологий, тогда и научился получить информацию о клиентах транспортных компаний и о перевозимом грузе. Интересовала подозреваемого бытовая техника. Рассказал, что подделывал доверенности от фирмы-получателя, затем отправлял за товаром своего человека. Настоящие владельцы, обращаясь в транспортные компании, получали ответ, что груз уже выдан. Одна фирма в Москве таким образом понесла ущерб в полтора миллиона рублей. Также оперативники выяснили, что по схожему сценарию совершены еще два мошенничества в Казани и на обережных челнах, ущерб по которым составил более полумиллиона. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские выяснили, что к преступлению причастен 29-летний житель села Малая Пурга, Удмуртской республики. Оперативники отделения по раскрытию мошенничества задержали его в конце января в Казани. Я написал чистосердечное признание, что обездует вернуть в кратчайшие сроки. Возместить ущерб в кратчайшие сроки подозреваемому будет сложно. На время следствия он заключен под стражу. Если его вина будет доказана, мужчине грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 миллиона рублей. Альбина Менебаева, нафига Минязова, вызов 112. Зарабатывал, обманывая людей. Полицейские Казани в Санкт-Петербурге задержали 32-летнего мужчину, которого подозревают в мошенничестве. По версии следствия, он с разных телефонов рассылал абонентам сотовых компаний СМС с информацией о блокировке их банковской карты. Затем сообщал порядок действий для ее разблокировки, в результате чего потерпевшие переводили свои сбережения на указанные им счета. Доверчивые граждане стали его жертвами. Во время задержания правоохранители изъяли у него несколько ноутбуков, большое количество сим-карт и мобильных телефонов, предположив, что именно при помощи них он проворачивал эти аферы. Возбуждены уголовные дела по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации мошенничества. Сумма причиненного ущерба устанавливается. В отношении подозреваемых в настоящее время избраны меры пресчения в виде заключения под стражу. Полицейские выявляют дополнительные эпизоды преступной деятельности задержанного. В Нижнекамске задержаны два человека, которые подозреваются в похищении двух молодых людей, одному 16, другому 19, и в вымогательстве у них крупной суммы денег. При этом, как выяснили полицейские, подозреваемые угрожали потерпевшим ножом и заставили среди ночи в лесу копать себе могилу. А на Городного с подробностями. Двое молодых людей, одному 19 лет, второму 16, пришли в этот дом к своему знакомому. Последний ушел на работу, оставив парней в комнате. Но среди ночи к хозяину пришли три человека. При этом им не понравилось, как их встретили. Находившихся в комнате молодых людей избили, угрожая ножом. Отобрали телефоны, документы, тысячу рублей и стали требовать в качестве компенсации еще две. Затем потерпевших вывезли в лес. Они в лес его отвезли, могил его копать. Они скопали, но мне даже показывали фотографию. За освобождение потребовали выкуп. Один из потерпевших обещал отдать им автомобиль «Жигули». Другой — 80 тысяч рублей, которые якобы имелись у его родственников. Машину подозреваемые забрали этой же ночью. А утром с несовершеннолетним потерпевшим поехали к его родным за деньгами. Они повезли его как будто бы за деньгами. И это Алена сюда и послали, послали лицо. И лицо вызвали, и задержали. Задержанные — двое 20-летних молодых людей. Один вину признал полностью, второй частично. Сейчас они находятся под стражей. Третий подозреваемый находится в розыске. Возбуждено уголовное дело по статьям «Вымогательство и похищение человека». Анна Городнова, Светлана Шумкова, Максим Липин. Вызов 112. Всматривались в темноту салонов некоторых автомобилей. Сегодня днем казанские автоинспекторы. Машин с передними тонированными стеклами в Казани предостаточно. В чем лично убедилась Нафиса Минязова. Автоинспекторы сегодня обращали пристальное внимание на любителей темноты в салоне автомобиля. Искать таких долго не пришлось. Автомобили, затонированных с нарушениями в городе, предостаточно. Почему нравится тонировка вот автолепителям? Ну, наверное, то, что не видно меня просто, поэтому... Вы скрываетесь от кого-то? Да, от красивых девушек. Для себя нравится мне тонироваться. За первые подобные нарушения закон предусматривает штраф в 500 рублей с устранением нарушения на месте. За 2017 год привлечено более 10 тысяч водителей транспортных средств, на которые нанесены покрытия, ухудшающие обзорность вместо водителя. За текущий год, за 2018 год, привлечено более 400 водителей. Левый, левый, видите, Кирилл стоит ворочивать. Тонировка. А данный водитель оказался очень шустрым, отметили автоинспекторы. Вначале он пытался от них скрыться, но не вышло. Тонировку с одной стороны успел снять прямо на ходу, второе стекло опустил. Но в момент проверки документов успел содрать пленку и с него. Затем сотрудники ГИБДД обнаружили ее на заднем сидении автомобиля. А за что вас остановили? Ни за что, вот все нормально. За тонировку? Нет, все нормально. А тонироваться не собираетесь? Нет, конечно. А как-то штрафов раньше у вас за это не было? Было. На все машины-то они румылили. Шесть. Неотъемлемый атрибут сотрудников автоинспекции. Вот такой вот специальный прибор. Крепит его довольно просто при помощи магнитов. И буквально через пару секунд он выдает результат. Если светопропускаемость будет менее 70%, это уже грубое нарушение. Сегодня стражей порядка выявили 40 любителей темных передних стекол автомобиля. Всем выписали штраф, а двоих и вовсе арестовали. Сотрудники автоинспекции надеются, что данные рейды смогут образумить любителей тонировок. Ведь за повторным нарушением грозит административный арест сроком до 15 суток. На Феса Минязова, Константин Бушуев, вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Это можно сделать и в нашей группе ВКонтакте. Туда же можно присылать и снятое вами видео. В студии был Сергей Хайдаров. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.